Девушки отдыхают Присесть тебе? Присесть сможешь вон там, у плетня Что? Ты кого воробьем обозвал? А ты знаешь, что терминатор мой двоюродный брат Почти однояйцевый двойняшка Кого тебе? Яйца в перьях матери с двумя братьями? Да еще, чтобы одно яйцо в особой рубашке? Это другая деле Есть у нас тут одна курочка, покряхтеть не дурочка Ряба ее кличет, так она такие яйца сносит И с перьями, и с братьями, и в золотой рубашке Иди-ка ты вон до той избы Там детка с бабкой живут Курочку Рябу Павой зовут Глядь и тебя приласкают Другая деле, другая деле Так бы сразу и сказал, что другая деле Пока, гибралтарец, не скучай Да шире собственного рта, не зевай Ого! Тяжелое! Был бы уткой, крякнул бы А так не знаю даже, что сказать Фьють, что ли? Приз в студию-то Надо будет в чем-то заносить Здорово, дед! Я заместитель окружного прокурора Моя фамилия Дукалис Золото, драгоценности, старые кусочки бумаги в доме имеются Ась? Фу, какая здесь глухомань Совсем сериалы не смотрят Я говорю, здравствуй, дедушка Нет ли у тебя кусочка бумаги старенького потрепанного? Что, птенчик, приспичило? Да нет, дед, ты не так понял Карту я ищу Старую, но очень важную Есть у меня какая-то загогулина в ларце От прадеда еще досталось Но запросто так нынче и петухня квохчат А вот ежели ты Под моих скорострельных корочек Соберешь с десяток яиц То и я тебе облегчение сделаю Допуск к ларцу оформлю Окей, дедуля Как говорит один забавный гибралтарец Это другая деля I'll be back, дедуля Что по-вашему значит, я еще вертаюсь Извиняйте, девушки, бананья в нема Пшена пожуете? Ой, мама дорогая Вот это спорт лото О! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Дедуля, маслица бы! Тю-тюс, маслица, пташка заморская Сами чипсы на воде жарим Ступай, куда глаза глядят Можешь, глаз ты упадет на маслица Не хочу я, чтобы у меня глаз падал Пусть стоит, где стоит А вообще, окей, дедуля, пойду прошвырнусь Смотри-ка, какой пенсионер продвинутый оказался Чипсы знает Чипсы знает Хеллоу, коллега, как бизнесы? Ох, не каркай, налоги высокие, клиент капризный Кручусь, как белка на аттракционах Да, на аттракционах тяжело А скажи-ка мне, соплеменница Нет ли у тебя горюче-смазочных материалов? По-вашему, масла простецков? Как ни быть А вообще-то нету Но я ж как пчела Хоть над медом не жужжу, да без дела не сижу Товар на заказ ввожу Так что готовь золото Заказ принят Золото? Да где ж бедный попугай Сами себя весь неместный золото возьмёт? А ты шевельни мозгой-то Про курочку-рябу слыхал? Слыхал Так она и несёт золотые яйца Ишь ты ювелирша какая А кому несёт-то? А тому, кто особых луговых семян соберёт Да её накормит А для этого надо цветочком луговым сыграть на волшебной дудочке А дудочка волшебная где-то тут-то Прояви смекалку Да смотри, ряба-то тоже хитрая Сначала несёт яички простые А уж потом золотые Для золотой молодёжи вроде нас с тобой Ну, спасибо, селянка Тебе бы с такими данными в разведке работать Или в справочном бюро Готовь масло, а за мной не заржавеет Смотри, сам не заржавей Ишь пожелтел уже местами Отскажи мне, юный смотритель коров Знаешь ли ты, сколько нужно этих самых коров, чтобы затоптать 300 телепузиков? Кого? У-у-у, какое здесь всё дремучее А ответ-то простой Не надо ни одной коровы Телепузики сами друг друга перетопчут О-хо-хо-хо Хорошо, поехали дальше А знаешь ли ты, юный Рональдо, какие проблемы в сборной России в полузащите? Кого? Не знаешь Этого никто не знает, кроме меня Никаких У наших футболистов проблемы только в полунападении У-у-у-у Я смотрю, ты хоть и деревенский, а тонкий попугайский юмор ценишь Кого? Слушай, хорош кого-кать, а то мне самому уже хочется квакать И последний вопрос А знаешь ли ты, юный Пифагор, сколько попугаю кеши, то есть мне, нужно дудочек, чтобы их у меня стала одна? А-а-а, знаю Ух ты, заговорила роща золотая И сколько же? Не знаю Я так и думал Ты ответил правильно Приз в студию Наш вундеркинд-пастушок получает в качестве приза возможность послушать песню в моем исполнении Ну, давай свой саксофон У-у-у-у, кого? Хо-хо-хо-хо Объясняю для вундеркиндов Ты мне даешь дудочку, а за это можешь постоять здесь совершенно без дела А-а-а, понятно Так это чё ж, можно стоять? Кого? Ой, чего это я? В смысле, ага Стой, сообразительный ты наш, стой Только дудку сначала давай Вот, спасибо На Ну, я начинаю стоять Ага, давай Как у нас всё не просто в сельском хозяйстве Ещё один новый тариф Все высыпающиеся совсем бесплатно Ещё один новый тариф Все высыпают Такая красота и без охраны Говорила мне бабушка Не подходит Так Говорила мне бабушка Неа, мамка чужого брать не велит Чушкой, говорит, стану Дедуля, маслица быть! Тю-тюс, маслица Не хочу я, чтобы у меня... Смотри-ка, какой пень... Вот, значит, где Илья Муромец отлежался Вот Не подходит Ещё один новый тариф Я жzd outdated На Я Н Gente Ни 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 Не видишь, куда суёшь? Ну что, цветики-семицветики, хотите, не хотите, придётся вам меня слушать Ути-Ути, или как там, Цыпа-Цыпа Короче, новый тариф для семян, все входящие бесплатно Извиняйте, девушка Ой, мама дорогая, вот это спорт лото 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 Ну что, ворона, открыть твой пункт, обменяйся. Уговор дороже денег, получай. Масло за злато? Попробуй только не быть на чудеса богато. А ларчик-то просто открывался. Вот она! Сама на себя намотана. Эй, бумажка из ларца! Покажи своё лицо! Ну и что, что неправильно, зато в рифму. Привет-привет! Я смотрю, все гости студии уже на местах. Начинаем наше ток-шоу! Не надо бояться! Током вас бить никто не будет. Ток это по-обидски болтовня. Ну, а шоу вы и так знаете. Это когда все спрашивают шо-шо, а потом все хором у-у-у. Ну что, дети кукурузы, пообщаемся, пошашокаем, паукаем. Шо-шо? Отлично! Я смотрю, процесс пошёл. Итак, сегодня в нашей программе «Сельский счаст» только один вопрос. Где кусок карты? Бабуля, можешь признаваться? Шо-шо? Стоп-стоп-стоп-стоп! Шо-шо уже было! Повеселились и хватит! Теперь отвечаем на вопросы. Шо-шо? У-у-у, как вы вжились в роль! Не сковырнёшь! Дадим слово молодому поколению. Девочка, сознайся. Ты карту закурковала? Девочка, перестаём хлопать глазами. Начинаем говорить. Ну, смелей! Говорить это значит ротик открываем. Воздух из себя выталкиваем. Произносим звуки. Звуки складываем в слова. А слова такие. Карту я засунула куда? Говори, жертва пепси-колы! Бабуля, мне кажется, этот индюшок испачканный не просто кургундычек, а чего-то сказать пыжится. Так, меня, похоже, не понимают. Языковой барьер называется. Переходим на древнескадочник. День добрый, люди добрые. Глядь, по-нашему гутарит. Бог поборщ. А не видали ли вы, рыцари колхозные, портянку старую? Жёлту-жёлту на капустный лист прокисший похожу. И впрямь по-нашему. Эка чуга. Надо его за это заставить на огороде поработать. Чтоб всякий индюшок не смел русскую речь коверкать. И точно. Да как заставит-то? Он подивертлявый. Эдик он чего это просит? Вот пускай и отработает. Внучка, разжуй птахи несу разную политическую ситуацию. Слышь, индюшок, дуй на огород, а после покалякаем о делах твоих скорбных. Вот это я влип. А ещё, говорят, язык до Киева доведёт. Язык до цугундера. В смысле, до огорода доведёт. Да, делать нечего. Карта-то нужна. Придётся попыхнеть.